Добрый день, друзья! Вы на канале Находу. Привет из солнечной Португалии! Сегодня мы для вас хотим записать видео ответы на вопросы. На наш ролик выгодно или нет автодом. Постараемся. Спасибо огромное за видео. Мы с удовольствием смотрим. Также хотим, но пытаемся подойти к этому вопросу основательно. Поэтому у нас с женой два вопроса. Здорово, что смотрят парами. Это замечательно, что вместе задают вопросы. Например, жена спрашивает, как вы решаете вопросы со стиркой вещей? Не стиралку же с собой возить. Но на самом деле стиралки есть и у многих. Да, у меня в доме есть одна стиралка. Мне говорили, даже поставил. Мы задумали над этим. То есть, скорее всего, даже мы приобретем стиральную машину. Это будет, наверное, важный момент по поводу стиралки. На самом деле, все-таки проблем нет, потому что везде есть лавандерии. То есть, есть такие, как химчистки. Я их так называю, где можно сдать белье и попросить, например, постирать все в отдельной машине при определенной температуре. И потом, например, там даже могут и высушить, и выгладить. Это просто вариант подороже. Но для кого-то, например, он приемлем. То есть, постельное белье, полотенце. Есть обычные... Я выдерживаю всегда температурный режим. То есть, если температурный режим выдержан, то есть, я как бы... Меня это устраивает. А такие же вещи другие, вот верхнюю одежду мы стираем, постельное белье с полотенцами, когда высокая температура. Остальные вещи, конечно, лучше стирать у себя. Аж такой совет. Ну, у всех своя степень брезгливости, так можно сказать. Кого-то и это не будет устраивать. Ну, это, опять же, очень-очень индивидуально. Ну, по поводу того, где вообще это находится. Вот в каких-то даже кемпингов мы хотели просто постираться, заехать даже не специально оставаться там. Нифига, даже не пускают. В одно вот нас распустили, взяли там за это 5 евро, чтобы мы там просто заехали, грубо говоря, там постираться там, ну, вот поменять все там туалеты, все остальное. А где-то вообще не пускают. Или заезжают за 20 евро на ночь, и там все делай полностью. Вот, доплачивают там за стирку, соответственно, или не пускают. Но в этом моменте ничего страшного тоже. Ребята, есть другие места, есть парковки, остановились, прогулялись, становились спеть по городу. Есть городские такие вот эти вот тоже стиральные машины стоят, как они называются, они лавандери. Пожалуйста, просто единственное, там на велосипеде сумочки с собой наложили, там доехали какой-то момент поближе, и на велосипеде доехали, постирались, и все. Ничего в этом здесь страшного, такого нету. Да, конечно, в кемпинге все это удобнее, но бывает не пускают. Или нужно платить там за все сутки. Ну и за стирки, например, мы не хотим платить 20 евро из-за того, чтобы заехать постираться. Нет, ну, почему же мы встаем в кемпинг на генеральную уборку, когда нам нужно большое количество воды горячей, горячий душ, когда нам нужно помыть автодом, когда нам нужно постираться, то есть это однозначно все это есть. Ну как, ну, недорогой кемпинг встаем. Второй вопрос у этих же ребят. Как у вас решен вопрос с пребыванием, например, в Европе, виза и так далее? Ну, тоже этот вопрос очень часто все задают. Сейчас вот только что постоянно получаем прям друг за другом эти вопросы, как можно сделать, как решить, кто называет это вопросом, кто называет это проблемой с 90 дней пребыванием в полугодии? Да никак. Ну, то есть есть законы, есть правила. Никак. Есть разные моменты, но люди как-то должны понимать, что это под свой страх, страх и риск. Ну, то есть каждый второй вопрос, где деньги брать, чем зарабатывать, ну, то есть это каждый второй, и в целом это понятно. Ну, я уже, ребят, повторяться не хочу. У нас здесь бизнес-росси, я уже рассказывал, я еще раз тогда под это видео, я сделаю там ссылку на ролик, где я все это рассказываю. Вот, у нас осталась недвижимость и остался небольшой бизнес. Вот оттуда нас идут дивиденды, мы на это путешествуем. Они небольшие и с каждым разу все сокращаются в связи с этой, скажем так, ненормальной ситуацией в России. Вот, но, к сожалению, как есть, так и есть. Просто наши потребности тоже сокращаются. Ну, есть и такие комментарии, что понятно, что парочка накаталась, сейчас стоит проблема, кому продать этот сарай. Уж очень агрессивно сладкая реклама, видимо. Настолько как-то мы ранее говорили про минусы, но и то с той целью, чтобы люди понимали, что это как раз-таки не сладкая жизнь в автодоме, а минусов-то здесь много. Минусов много, да. И поэтому даже возникло у нас желание, надо сделать хоть раз ролик про плюсы, рассказать про то, что нравится, потому что только про минусы и про минусы. А реакция, ну, то есть обратная связь, получается, что агрессивно сладкая реклама. Ну, мы в ответе за то, что мы говорим, но мы не в ответе за то, что вы слышите. Да. А по поводу автодома продажи, какие-то мысли возникали, но пока вот я вот сколько будем путешествовать, но по странам, я понимаю, что ни в одной из этих стран я вот так конкретно прям покупать жилье, например, не хочу. Для меня, например, стоит вопрос, например, если супругу путешествовать, то это только, например, взять автодом больше, чтобы комфорта было больше и места, пространство больше, потому что там отдельные комнаты. Вот такой у меня вопрос больше стоит. Пока вот я других вариантов таких вот не вижу, чтобы прям вот там продать его и там где-то купить домик. Вот так вот четко прям. Потому что это все равно будет какой-то небольшой минус. Пока вроде бы нормально, а потом налоги, все остальное и срок какое-то место, оно надоедает. Может быть, в перспективе там года два-три мы в Европе побудем здесь в Испании, Португалии, выберем все места. Может быть, за два года у нас где-то четко понимание придет, где лучше будет. Но пока еще его нет. А пока его, соответственно, нет, тогда автодом это самый лучший вариант. Мы задавали вопрос по поводу дизеля. Были ли запреты для авто на дизеле в Европе? Очень много было нам ответов от тех подписчиков, кто живет в Европе. И это замечательно. Просто не буду я их все зачитывать. То есть очень много. Можно почитать комментарии под роликом. Да, почитайте комментарии просто под роликом подробнее. И все. И, ну, основная мысль там, вот, один написал, говорит, в Германии живет молодой человек, что, говорит, просто пугалово, говорит, было. Говорит, кто-то, говорит, под эту пугалово, говорит, стал продавать дешево машине, то, говорит, просто перекупщики на этом, говорит, деньги заработали, а люди просто потеряли. И в итоге себе купили там не дизельные, а бензиновые машины, и в итоге там еще за это переплатили денег, и все. Поэтому ничего такого, говорит, не было. Вот такой вот, например, комментарий. Извините, но я с вами совершенно не согласна. Автодом это хобби, а не стиль жизни. Это стиль жизни только для тех, у кого нет детей, и у кого нет возможности иметь свой дом. Я не могу себе представить Юлину жизнь. Мне нужно печь торты в своей кухне, сажать цветы в своем садике, стирать белье в своей машинке, гладить на удобной доске. Ну, я точно могу сказать, что нам легче. Нам легче, потому что у нас нет детей, и нам, правда, мы свободнее, нам легче путешествовать, и мы от этого не отказываемся. Ну, и у того, у кого есть дети, путешествовать тоже можно. Да, да. Здесь несколько проблем. Я не хочу, что у меня нет детей, я тут учу вас. Совсем нет. Ребят, очень много мы встречаем людей, поэтому если очень большое желание, то можно и с детьми путешествовать. Никаких проблем нет. Просто вы можете просто детьми прикрыться. Я уже в этом ролике только на этим говорил. Например, мне нужно печь торты в своей кухне и сажать цветы в своем садике. Ну, меня первое время очень сильно тянуло домой. Очень хотелось домой. И для меня дом – это прям вот материальный объект, дом, дом. Но с течением времени, вот мы уже долго путешествуем, сейчас вот на автодоме мы долго, я могу сказать, что я могу испечь прекрасный торт на любой кухне. На любой. Эта кухня не обязательно должна быть в моем доме. У меня получается хорошо везде. Сажать цветы в своем садике. Ну, может быть, чуть позднее я к этому приду. Скорее всего. Стирать белье в своей машинке. Ну, то есть, чистое белье меня везде устраивает. Если, я уже говорила, соблюдается режим гладить на своей гладильной доске, для меня самое главное, чтобы было чисто и выглажено. Где это будет постирано и где это будет выглажено, наверное, это меньше имеет значения. Вот меня часто спрашивают, скучаю ли я по дому, по каким-то вот местам, по тому, по булочкам там-то, в такой-то кондитерке, по концертам здесь, по оперным театрам у себя. На родине, по дому родителей и так далее. Да, у меня есть такие воспоминания, но скучаю сейчас я исключительно по людям. Я скучаю только по людям. По местам, по своей стиралке, гладильной доске, по своей кухне я уже не скучаю. Вот скучаю по любимым и близким людям. То есть, интернета мне недостаточно. Хочу обнять, хочу пообщаться вживую. Это единственное, почему скучаю. Все остальное ерунда. Это мое мнение и мои ощущения после вот стольких лет в автодоме и в путешествиях. А есть ли ураган? Куда деваете автодом? И сами куда деваетесь? К примеру, я, например, боюсь даже сильного ветра. Ну да, ветра очень сильно автодом качает. Я даже, ребят, сейчас первый момент. Например, в Черногории мы стояли в конце декабря. Там были какие-то такие ночные тайфуны. Прямо стоять автодом вообще так его колышет, что буквально даже спать невозможно. Мы даже спать не могли. Только к утру засыпали, когда все это прекращалось. Есть такие моменты. Вот именно, может быть, на море только. Страшно. Ну просто нужно куда-то отъезжать. Отъезжать каким-то стенам, где-нибудь там повыше здания вставать. Вот так вот. Ну, соответственно, вставать только не на пустом месте. Потому что просто можешь дуть. Или какое-нибудь дерево может упасть. Вот. Просто посмотрите по обстановке. Куда-то отъезжайте. Ну, первую зиму мы даже напугались. Вот мы остались зимовать в Черногории. И начались ураганы. Прямо там деревья, конечно, повалило. И у нас так это взлетел металлический мусорный бак и врезался нам тут как раз вот прям на скорости, на колесиках разогнался под ветром. И врезался в нас, что даже у нас тут вмятина случилась. И мы немного даже испугались, честно сказать. Оставили автодом на парковке и просто вылетели. Вылетели на сколько? На три месяца, на два месяца мы вылетели. Да, да, да. Мы просто поставили на парковку и улетели. В более теплые места. То есть у нас такой был опыт. Ну, это осень, я думаю, везде. Разный там или к зиме ближе. Зима-то в Европе такие своеобразные. Там снега нету, но вот разные такие ветра, тайфуны разные. Поэтому просто смотрите, отъезжайте. Тут как получится у вас. Тут никто не застрахован от этого. На кого что упадет или там на кого какой-нибудь ящик прилетит. Следующий комментарий. Какая-то бытовуха сплошная во всех видео. Вы уже столько видели. Можно уже и на отвлеченные темы поговорить. Друзья, будем благодарны. Напишите темы, которые были бы интересны. С удовольствием поговорим. Но жизнь такая, что бытовухи в жизни очень много. Ну, да, да. Бытовухи очень много. Поэтому уже сложно. Живем стационарно, просто в доме. Конечно, все налажено. И быт налажен. И меньше дел. Здесь, например, в автодоме в плане бытовухи у меня уходит очень много времени. Потому что машина есть машина. То есть убраться в квартире и убираться в машине постоянно. Потому что это машина, и ты перемещаешься. Это постоянно открытые окна, это пыль и так далее. То есть много. То есть отсутствие полноценного количества воды, чтобы уж так вот посуду промыть, вытереть ее все. И прям вот с таким достаточным количеством все сполоснуть. Конечно, это сложнее. Намного сложнее. Ну и те же самые стирки, что у себя в стиральную машинку закинуло, что ищешь себе лавандерию, где постираться, где посушиться. Бытовухи очень много. Да. Вот, например, сегодня даже, например, мы сейчас поехали на кемпе стоять, а стояли там в городе, на парковке тоже такое, где-то автодома бесплатно, я вот уже говорил. То же самое, например, что, например, слиться, например, там, нужно слиться, например, там, залиться заново, все там поменять, туалет, чтобы там ехать, например, там, на пляж здесь стоять, потому что здесь этого нет. И, например, сегодня передо мной стоят там два француза, например, и стоишь буквально каждый француз, он там, кто в каждом своем ритме меняет, понимаете, и там на каждый человек уходит минут по 15. Ты вот стоишь в очереди и ждешь там, когда там тот поменяет, когда там все тоже свои там туалеты сольет, воду нальет. Вот поэтому вот эти моменты есть. Да, ну и еще, наверное, такой момент по поводу бытовухи сплошная во всех видео. Ну, в моем, по крайней мере, я вот еще блогера считаю, вот я канал веду, то да, получается так, что, например, вы бы, например, дома, если бы у вас интернет был, вы приехали домой, дома поставили на ночь видео загружаться, оно пока вы там спите, оно загрузилось. А у меня, получается, такой возможности нет. Получается так, что у меня надо сидеть в кафе и два-треть часа ждать, пока там у меня видео загрузится, например, там. Или еще надо дойти, чтобы хороший Wi-Fi был. Вот эти, конечно, моменты есть, да. Кажется, ролик загрузить. Это для меня, конечно, такой тоже момент не очень приятный. Ну, вот че ж, вот так вот. Ну, и честно сказать, почему показываем, наверное, бытовуху, вот сейчас вот мысль пришла, потому что у нас как раз-таки есть цель показать жизнь на колесах, какая она на самом деле. Потому что про достопримечательности, про наследие ЮНЕСКО, про это, это очень много информации, очень много видео. Все это можно посмотреть в интернете, обо всем этом можно почитать. И мы не гиды, мы не можем про это рассказать. Мы рассказываем всего лишь про жизнь в автодоме. А жизнь в автодоме, получается, бытовуха. Да, одна бытовуха. Ну, или много ее. Ну, такая счастливая бытовуха, приятная. Скажу за себя. Прочтите до конца. Это про то, что не сказали авторы видео по поводу гостиниц. Первое. Я гостиницы брезгую от одной до пяти звезд. Причина проста. Поднимите просто на кровати, посмотрите на матрас и подушку без наволочки. 95% вы найдете там малоприятные пятна и так далее. Ну, то есть, вот как бы просто брезгует человек гостиницами. Второе. Лучше я голыми руками вымою свой биотолет, чем буду сидеть в гостинице и так далее. Ну, то есть, опять же, свой такой момент. Я же говорила, что у каждого своя степень брезгливости. Третье. Про ванны я уже просто молчу. Ну, то есть, это правда. То есть, ну, здесь никто не застрахован про общественные заведения, про бани, про хамамы, про фитнес-центры, везде, где вы принимаете душ, в разных местах. И, если путешествуете часто и меняете места, конечно, пять звезд не всегда и всем удается, наверное. А возможность поймать какую-то, я не знаю, грибок или инфекцию, ну, такая вероятность есть. Автодом в этом плане все равно выручает. Потому что мы принимаем каждый день душ у себя, так можно сказать, и беспокоимся о своей чистоте сами. Согласна. Ну, вот все люди разные, для кого-то это совершенно не имеет значения. Например, вот отзыв благодарность. На самом деле, такие поддерживающие, поддерживающие обратную связь очень радует и вдохновляет. Хочется как-то творить, что-то еще записать, о чем-то рассказать. Ну, спасибо огромное всем, кто благодарит и поддерживает. Элга пишет. Каждый раз смотрю канал, радуюсь и восхищаюсь вашей внутренней свободе. Это помогает мне отслеживать мои ограничивающие убеждения про свободу, мир и свои силы. Потому что все ограничения в голове, у меня лично их немало, отсюда и страхи. Но если кто-то может, значит, это возможно. И очень важно, что вы пара единомышленников, и это очень ценно. Это да. Вообще, в путешествии лучше отправляться с единомышленниками. Супруг была так же настроена. Или супруг. Просто будет комфортней, будет больше сил, меньше будет уходить энергия. Да, на конфликт. Сколько в среднем времени вы проводите на одном месте? Два-три дня. Почему же? Сейчас вот, например, мы зимовали в районе Аликанте, то есть это Торевьеха, район Лазени, Ламата, Гуардемар. Мы там провели полных три-четыре месяца. Три-четыре месяца почти. Но это может конкретно останавливаться, когда вообще уже устаем, просто понимаем, что надо где-то остановиться, чтобы просто пожить, как вот, например, люди живут в социальных нормальных своих квартирах. Просто мы так же стараемся на месяц и просто опять входим, скажем так, в социум и просто отдыхаем. У нас был фитнес, мы брали абонементы, мы занимались спортом, ходили в бассейн. Ну, то есть раз в год, конечно, вот на одном месте на два-три месяца обязательно. Это даже побольше, может даже два раза в год примерно, плюс-минус, поэтому вот так вот получается, как вот в Шенгенской визе есть там 90 дней, 90 дней, и здесь тоже получается 90 дней путешествовать, потом надо 90 дней отдыхать на месяц. Просто мы не летаем в Россию. Ну, по крайней мере, какой-то стабильный ритм входить, потому что... Да, останавливаться. Организм дает о себе знать и занятия спортом все-таки хочется, чтобы были регулярны. Да, 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 просто мы не летаем домой, а, например, просто где останавливаемся, там в недорогих местах, снимаем апартаменты и живем. Вот, например, в этот раз у нас там была Тревьеха в Испании, там, до этого мы там жили в Черногории, до этого в Болгарии, вот, до этого там я в Сербии остановился, например, вот поэтому таких вот вариантов очень много. В Турции жили тоже 3 месяца. А, в Турции, да, это было, в Турции тоже жили 3 месяца. Поэтому таких вариантов очень много. Выгоды тут быть не может, по простой причине. Стоимость автодома такая-то, плюс заправка топлива и газ, расходы на ТО, ремонты, хранение, на времени использования, не круглый год же вы на нем катаетесь. Ну, вот, в нашем случае получается так, что купили и отрабатываем. Если сами не катаемся, то авторские туры делаем. Да. Вот. Наш автодом окупается. На круг выходит сумма, которой хватит более чем на 25 отпусков с шиком. А за 25 лет автодом превратится в дрова. Некая автономия, да. Какое-то удобство в дороге, может быть, если вы любитель путешествовать именно на авто. В остальном, это очень дорогая палатка с последующими расходами на содержание. Но я сам такую хочу. Не потому, что это выгодно, а потому, что это новые ощущения. Сам люблю путешествовать на авто и делаю это, если есть возможность. То есть, вот, комментатор сам ответил на свой вопрос. На самом деле, так. Ну, ребят, в палатке можно попробовать какое-то время. Потом же, опять же, все это, ну, немножко ты вырастаешь от этого всего и уже начинаешь там думать по-другому. Нет, палатку он назвал, автодом-палаткой назвал, что это дорогая палатка. И вот еще один ответ мне понравился. Вадим Лазарев пишет, вот Галине Крах, на комментарии, вот ее, который был там, вот то, что она пишет, я не могу себе представить юльную жизнь. А почему это не может быть стилем жизни? У каждого свои тараканы в голове и свои предрассудки. Автодом удовольствия не из дешевых, и поэтому утверждение, что такой стиль жизни только для тех, кто не может иметь свой дом, некорректно. Дети также не имеют ничего общего с вашим ограничением в передвижении. Я знаю людей, которые переводят детей на домашнее обучение, путешествуют или просто проживают в других странах. До какого-то момента я сам мыслил какими-то стереотипами. У меня была спокойно размеренная жизнь, хороший, милый, малый, средний бизнес, большой коттедж, недвижимость в городе, практически половина города друзей, знакомых, постоянные тусовки, все прелести жизни. Но как ни крути, хотелось каких-то перемен. И вот в один прекрасный момент я решил кардинально применять жизнь. Чтобы не было соблазнов, продал абсолютно все. Бизнес и абсолютно всю недвижимость, кроме автомобилей. И собрав семью, это жена и две дочери, 3 и 16 лет, переехал в другой город. У виска крутили все мои знакомые, говорили, что это безрассудно, нелогично, безответственно и так далее. И вот сейчас смотрю на все это и понимаю, что это лучше, лучше, что со мной случилось за последние 10-15 лет. Всего лишь покинул зону комфорта. Сейчас же хочу купить автодом и перейти на такой же вид отдыха. А может и жизни. Вот, очень интересный комментарий. Поэтому видите, вот так вот люди пробуют. Вот Галина опять пишет ему. Насчет детей посмотрю. Дети должны развиваться полноценно. Я мать одного студента, международный университет в Бохуме. И 11-летний мальчик. Младший ходит в гимназию, говорит на 4-х языках. Ходит там в дзюдо. И плюс музыкальная школа, класс гитара. Как вы мне прикажете всех учителей искать при таком цыганском области жизни. Я прежде думаю о своих детях. Да, наш автодом, они обожают. Ждут с нетерпением всегда отпуск. Мы другие отпуска не берем, только на кемпингах. И у нас очень комфортный автодом. И мы купили водные мотоциклы и смарт на прицепе возим. И они занимаются дайвингом. И кваты. Мы тянули на прицепе. И все это ради детей. Но домой я всегда лечу просто. Я устаю от такой жизни. Мне всегда не хватает комфорта, который я нахожу только у себя дома. Да, я просто обычная женщина. Не спорю каждую свое. Каждый видит свое счастье по-своему. А вы подумайте, у вас дети. Какое развитие они получат от такой жизни? Автодом для меня это все-таки отпуск. Вот ему Вадим отвечает. Нам просто понравился этот переписк очень. Я вижу по-другим, что получают дети от такой жизни. И стремлюсь своим дать такую же. Но пока вы как загнанный лошадь думаете, что все делаете ради детей, смысла переубеждать в обратном нет никакого. Насчет образования старшая дочь учится в высшей школе экономики. Но как учится? Я был категорически против неосознанного выбора дальнейшего жизненного пути. А учеба в институте это всего лишь отсрочка на 5 лет от взрослой жизни. Почему? Да потому что институт готовит хороших специалистов получить профессию и работать по найму. Да, я знаю, что так же институт и многому другому учат. Но подавляющая большинство цель одна. Корочка для прикрытия своей задницы. Я же не хотел видеть свою дочь в наемных работниках. Поэтому на учебу она зарабатывает сама. Младшая дочь ходит в школу, которую я открыл 5 лет назад. И получает полноценное образование на двух языках. Когда я открыл школу, я обрисовал у себя те критерии, которые необходимы в жизни. Качественное родное образование, знание английского языка в совершенстве, гармоничное всестороннее развитие личности. И у нас это получилось. И нас на это ценят. А так как школа рассчитана на премиальный сегмент, и некоторые родители длительное время проживают в других странах, у нас параллельно с одной сочной идет и онлайн образование. Дети также отвечают, делают домашние задания, пишут контрольные и все остальное, что требует образования. Радует одно, что родители отдают себе отчет в своих действиях, не идут на поводу у общества, которое им диктует, что в ребенка нужно инвестировать все свободное время, загружать его по полной, и тогда он вырастет человеком. Только какой ценой? В своей личной жизни? Детство ребенка? Вот это очень правильно, хорошо пишет Вадим. У меня старшая дочь все детства и юность посвятила большому теннису. Все детство мы ее куда-то тащили, на какие-то сборы, соревнования и так далее. А потом она выросла, и в один прекрасный момент и навсегда забыла все это. И призналась, что хоть ей и нравилось заниматься теннисом, но она мечтала о детстве. А знаете, что это было? Эгоизм родителей. Вот и ваш комментарий, прочитав, четко отслеживается ваше эго. И на трех языках говорили, и дзюдо, и учеба, и так далее. Поэтому вряд ли наша точка зрения когда-то совпадет. И в этом комментарии Вадим очень хорошо выразил мысль, стоит ли вообще вкладываться так сильно в ребенка, столько времени тратить на все это дело, главное еще время, финансы. Каждый выбирает для себя. Женщину, религию, дорогу. Дьяволу, служителю, пророку. Каждый выбирает для себя. Каждый выбирает по себе. Слово для любви и для молитвы. Шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает по себе. Щиты, латы, посох и заплаты. Меру окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает для себя. Выбираю тоже, как умею. Никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя.